Поступил вопрос о лечении геморроя. Как геморрой со стажем, я вам расскажу интересные вещи. Значит, у меня геморрой появился в 19 лет после того, как была сделана операция по удалению аппенекса. Что-то там нарушилось и все. Вот, грубо говоря, 20-21 год такой, знаете, хороший такой геморрой был в самые такие годы. Ну, что я там делал? Свечи, мечи. Свечи попадались хорошие. Но, как правило, все это было временно. И вот, когда я начал заниматься заниматься самоздоровлением и почистил печень, почистил печень, я с удивлением обнаружил, что геморрой исчез. потом он немножко, так сказать, возобновлялся. Но это было уже совсем иное дело. Значит, почему именно печень влияет на на то, что у нас возникает геморрой, то есть расширяются прямо кишечные вены, расширяются вены на ногах, и толку от местного лечения. Как вен, так и геморроя мало. Венозная кровь оттекает от низа тела, в смысле, от ног и от брюшины. Она оттекает по вот этим венозным венам и идет через печень. И если в печени возникает задержка, в медицине это называется портальная гипертония, то здесь происходит застой, давление возникает, возникает давление и в венах прямокишечных в ногах начинает собираться кровь. Она начинает застаивать, начинает поддавливать. И в результате в прямой кишке образуются вот эти так называемые шишки. Далее значит эти шишки раздулись, кровь еще застоялась, пытаются ее там рассосать с помощью свечей, с помощью значит различных там мазей, таких вот летучих летучих веществ, которые как бы разрыхляют кровь, разрыхляют эти шишки. Все это имеет место быть, но как правило это действует не так вернее не так продолжительно как бы хотелось. То есть вроде как попременял, она там что-то там пропала. То же самое я должен сказать и про удаление. Некоторые говорят, вот у меня там геморрой возник, значит просто шишки удалили, лечение хирургическое быстро, все такое. Но у некоторых как бы сказать эта процедура проходит нормально, а у некоторых возникают опять эти шишки. То есть причина застой крови, которая не проходит через печень, сохраняется. так вот когда я почистил печень не один раз, там четыре доли. На это будем говорить вот как минимум надо там четыре чисточки сделать с промежутком. Все это описано в моих книгах по очищению организма. Вы заходите на сайт и читайте. То печень заработала намного лучше, кругу не стала задерживаться, все пошло и эти все вены сами ушли. То есть это одно. Далее конечно влияет питание на значит варикозное расширение вен и на геморрой в том числе. Геморрой есть просто варикозное расширение прямокичащих вен. То есть одно и то же. Вены расширяются либо на ногах, либо там, либо одновременно. Вот значит в питании как правило вот есть такие еще вещества которые выделяются где-то ближе к прямой кишке. То есть если мы чрезмерно что-то соленое поедим, жгучее поедим или еще что-то это такое. Как правило это сказывается на то что возникает рецидив геморроя. также также на геморрой влияет сухость когда у нас стул начинается быть твердым тугим мы вынуждены натуживаться во время испражнения это тоже ведет к тому что возникает значит боли трещины кров и со всеми последствиями то есть питание в питании желательно поддерживаться следующего это где-то будет ну хотя бы половина вашего рациона какие-то салатики такая знаете тушеная тушеные овощи там фрукты ну больше овощей чтобы такие тушеные были ну остальное там каши что-то вы еще там в качестве белка там употребляете и тогда более-менее нормально далее далее то есть я вам говорю в целом комплексе далее это хорошо чтобы нормализовалась еще и микрофлора кишечника семена тмины семена тмины вот как раз нормализует эту микрофлору и самое интересное они влияют на стулообразование то есть стул становится колбаской вот похожей на вот эту вот штучку понимаете то есть он такой должен быть оформленный значит причин вообще да и следующее наконец-таки поговорим о разжижении крови с помощью чего мы можем ее разжижить сделать текучей чтобы вообще проблемы с венами на ногах и иные исчезли для этого надо пить талую воду талая вода это та вода в которой еще плавает лед вы бутылку допустим на 2 литра набрали воды нормальной там хорошей питьевой поставили в морозилку на ночь она у вас замерзла вы ее вынули просто поставили там на кухне при комнатной температуре ну вот здесь вот я допустим оставил лед начинает таять и вы в течение дня прикладываетесь к этой бутылочке раз другой третий вот пока все это тает 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 вы в течение дня все это выпиваете идет разжижение крови и вот эти все какие-то там загрузки образуются в венах там прямо кишечных венах они начинают растасываться кстати растасываются даже камушки в почках жил лучше становится и все это у вас исчезает как правило где-то примерно месячишку попили и вы почувствуете уже облегчение значительное облегчение с венами со всем этим вот что я применял еще хочу сказать что я имею большой стаж этого геморроя причины бывают конечно разные разные я рассказал то что я с чем столкнулся то есть есть причины вот это послеоперационные сделали что-то нарушилось понимаете вот что-то нарушилось не знаю что именно но это привело вот именно к появлению геморроя у меня геморрой был такой злостный сильный держался не один там десяток лет особенно первые 10 лет это было ого-го-го потом когда у меня там ума стало побольше и начал я вот это вот все использовать я о нем стал забывать сейчас сейчас вот интересно с возрастом как-то я перестал особо допустим там да бывает знаете что когда поголодает человек вот поголодаешь там суток 7 в основном так все хорошо заживает отлично все геморрой куда-то там девается потом начинаешь выходить из голода и потихонечку все возвращается понимаете то есть голодание как бы сказать не способствует тому чтобы вот как-то это сделать стабильно выздороветь больше здесь влияет вот именно эта чистка печени поддержание ее в чистоте и естественно рожжение крови с помощью можно с помощью там соков очень хорошо свежие соки пить какие соки морковно на свекольный яблочно свекольный потом яблочно сельдереевый сельдереи огурцы свекла но это там в пропорции определенные это опять-таки я отсылаю вас к своей значит литературе золотые правила питания вы можете там почитать посмотреть какие соки можно применять немножечко я перескочил то есть о причинах причины геморроя бывают разные поэтому и подходы первое операционное вот сделали операцию думаешь а аппендицит или еще что хоп геморрой тут уже труднее как бы человек молодой а он тут возникает далее значит это я думаю процентов где-то 80 это наша печень забивается то есть печень как фильтр перестает нормально пропускать кровь возникает вот эта портальная гипертония вены распирает и пошло 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 да портальная гипертония то есть чистку печени здесь ключевая процедура действует великолепно во всех этих случаях далее могут быть от полипа в прямой кишке возникать геморрой может может тогда подход совершенный этот полип убирать не обязательно его убирать каким-то оперативным путем существует масса других средств допустим с помощью чистотеловых клизм опять это описано у меня с других процедур которые также этому способствуют поведению полипов то есть очищению от толстого кишечника от тонкого кишечника от этой всей дряни далее что еще возникает возникает от сухости с возрастом из-за того что происходит обезвоживание организма и в первую очередь наиболее сильно обезвоживается прямой кишки в ампуле прямой кишки стул вернее кал у нас становится очень твердым ореха лучше так сказать овцеподобным какой овечек такой да вот и это ранит просто обезвоживание слизистую оболочку как-то натуживание влияет на вены тут подход другой надо сухость снять значит путем делания выстругиваете вот такую свечку из масла сливочного масла кладете ее в холодильничек она у вас застывает ее только раз на ночь значит там происходит смягчение у вас стул намного легче плюс массажи масляные массажи поясницы и теплые ванны прогревания вот если такая проблема есть ликвидируется ну существует еще такая причина как глисты которые умудряются поселяться буквально такие под кожей ануса вот и начинают там вызывать вот такие различные как бы сказать опухоли разрастания которые также могут влиять на циркуляцию крови в этом месте тоже в моей книге загляните там про паразитов и это описывал и это даже значит такой есть фотография вот вскрыли от оболочку прямой кишки а там гельминты все эти гнезда свили то есть масса других различных есть причин причин но основное это печень это портальная гипертония как только ликвидировали все пошло пошло так как надо вот я вам так ответил на геморрой как его лечить не просто как человек который там думает как это лечить а который от него избавился он не он